Вот уже 22 года на территории Московского района нашего города существует Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ВЕДА. На данный момент здесь действуют 4 дошкольных группы и 7 классов, в которых занимаются по специально разработанной программе 77 воспитанников с тяжёлыми нарушениями развития. Здесь же работают прекрасные педагоги и воспитатели с большим сердцем. Наши дети очень любят внимание, заботу, ласку. Они любят, когда с ними играют, когда уделяют им внимание, когда появляются какие-то новые игры. В канун Нового года мы стараемся создать для детей новогоднее настроение. Большое спасибо тем людям, которые не забывают и дарят детям подарки. В Центре ВЕДА царит радостное оживление. Здесь принимают гостей из администрации города. В преддверии Нового года и в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» представители Брестского горисполкома не могли оставить ребят без внимания и подготовили замечательный подарок – интерактивную парту стоимостью более 5000 белорусских рублей. «Этого оборудования должно быть в Центре много. Если мы делаем сегодня первые шаги для того, чтобы дети могли пользоваться, значит это повод прийти еще в следующий раз с таким же, а может быть еще более нужным подарком. В любом случае современные формы обучения должны иметь место. И вот мы остановились, посоветовавшись и с специалистами, и с хозяевами Центра ВЕДА на таком подарке». «Хочется сказать, что эта парта нам действительно поможет обучать наших детей. Это разнообразит учебный процесс, им будет интересно, потому что это новые коммуникационные технологии. И думаю, что эта парта позволит нашим детям расширить свой кругозор, узнать много нового и будет большое подспорье для нас, педагогов». Новый год – это время, когда сбываются мечты, и все без исключения дети ждут подарков. Конечно, акция «Наши дети» скоро закончится, но в Центре ВЕДА знают, что и после ее окончания администрация города не ставит без внимания его воспитанников. Ведь за годы своего существования здесь не раз решали серьезные вопросы. «Помощь оказывается благодаря сплоченным педагогическим коллективам и грамотным, образованным, профессиональным педагогическим работникам. Всем им, и детям, и их родителям, и педагогическим работникам я хочу пожелать, чтобы в новом 2021 году сбылись мечты, стала комфортнее образовательная среда, и мы гордились достижениями и наших детей, и наших педагогов». Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Василевский, телекомпания БУК-ТВ